Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Приветствую вас в дополнительном уроке видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке просто очередной с ног сшибательный виджет с анимацией. Практически все сообщества Adobe Muse любят всевозможную анимацию, потому что это оживляет, питает жизнь наши сайты, и что делает сайт намного-намного симпатичнее и оживленнее. И в этом уроке я вам показываю виджет специально с шрифтовыми иконками, где можно задать не только анимацию, например, зацикленную, но и анимацию при прокрутке страницы. Например, сейчас я вам обновлю. Вот двух иконок здесь не видно. Я прокручиваю. Одна иконочка прокрутилась и исчезла, другая иконочка появилась и зациклена. И есть еще, видите, при наведении мыши только срабатывает эффект. То есть это все в одном виджете. 73 эффекта анимации можно наложить на шрифтовые иконочки. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Заходим в настройки виджета и сразу кликаем по верхней ссылке. Нас перебрасывает на сервис иконок. Я уже много это вам раз показывал, но все же еще один раз я вам здесь покажу. Выбираем подходящую, значит, иконочку, кликаем по иконочке и копируем ее названием без фа с черточкой, да? Только название, как сейчас копировал я. Заходим в виджет и вставляем здесь нашу иконочку и Enter. Дальше, Background Padding. Ну, это внутренний отступ иконки. В принципе, стоит здесь все нормально. Отступ не делаем. Background Radius. Это скругленные углы. Background Color. Можно сделать заливку нашей иконочки. Вот видно сейчас даже, там белая заливочка у нас. Я беру свой цвет. Цвет самой иконки. Выбираем здесь. И размер иконочки. От нормального до максимального 5х. Я выбираю самую большую. Вот это опция. То есть фиксированная ширина. Можно поставить галочку. Если мы выберем ниже еще одну галочку, у нас иконка будет все время крутиться. То есть, например, смотрите, она у нас сейчас статичная. Вот эта иконочка, которую мы с вами выбрали. И если я сейчас поставлю вот здесь вот галочку, то иконочка будет все время вращаться. Не знаю, зачем этот эффект, но вот такой есть эффект. Ниже есть еще одна галочка. Это такое же вращение, только рывками. Я эти галочки здесь не ставлю. Смотрим дальше. Икон Rotate. То есть, мы можем сразу развернуть иконку, если нам это нужно. Например, может быть какая-то стрелка. И она сможет не в то направление. Мы можем развернуть на 90 градусов, на 180, на 270. Следующая опция. Отразить по вертикали или по горизонтали эту иконочку. В общем, мы можем использовать этот виджет просто, как сервис иконок, даже без анимации. Но если нам нужна анимация, то вот здесь ниже мы ее активируем. Ставим чекбокс. Вот здесь вот галочку. Тогда активируются два нижних поля. Первое поле. Это выбор анимации. Всего 73. Можете выбрать какой-то интересный. Вот. Если мы выбрали анимацию, и вот здесь у нас стоит один раз только, то анимация должна просто проиграть и все. Если выберем On Hover, это значит анимация сработает только тогда, когда мы наведем мышь на эту иконочку. Infinity вам уже знакома. Это зацикленная анимация. Вот эта опция. Иконка появится только тогда, с выбранной анимацией здесь. Только тогда, когда вы начнете прокручивать страницу. Это произойдет только один раз. И ниже опция. Вам тут, наверное, ее не видно. Это то же самое, что и вот эта опция. Только анимация появится при прокрутке страницы и будет проигрывать циклично. То есть бесконечно. Здесь уже смотрите, как вам больше нравится. Давайте вот сделаем. При наведении мыши. Посмотрим, как это работает. Наводим мышь. И вот вы видите, иконочка каждый раз будет срабатывать один раз, как только мы наводим мышь. Замечательный виджет. Я сам буду с удовольствием использовать его в своих проектах. На этом здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. О, 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 К. Субтитры сделал DimaTorzok